привет друзья digma выпускает много различных технологичных продуктов среди которых планшеты занимают далеко не самое последнее место и сегодня хочу поделиться своими впечатлениями об одном из самых наверное дорогостоящих планшетов серии digma pro который называется просто hit 16 сразу хочу пояснить что этот планшет является дорогостоящим относительно других планшетов компании в целом он стоит недорого у меня экземпляр с памятью на 256 гигабайт его цена составляет в районе 17000 рублей версия на 128 гигабайт будет стоить еще дешевле компания позиционирует этот продукт как планшет с продвинутыми мультимедийными характеристиками созданы для продуктивной работы и развлечения на передней части коробки изображен сам планшет с абстрактными водяными обоями на тыльной части размещена подробная информация о технических характеристиках модели зачитывать я их пожалуй не буду и здесь очень много если хотите подробнее с ними знакомиться просто поставьте видео на паузу а я предлагаю не медлить и переходить к распаковке это весьма приятный момент потому что здесь действительно есть на что посмотреть первую очередь конечно же сам планшет пока его уберу в сторону дальнейшем мы посмотрим более подробно справа находится отдельно небольшой бокс котором вы найдете кабель со штекерами type-c также адаптер питания на 18 ватт далее гарантийный талон и краткое руководство пользователя ключик для излечения лотка sim карты и карты памяти есть даже силикогель суть которого заключается впитывание влаги чтобы пространство коробки оставала всегда сухим и немаловажно наличие чехла который защищает планшет и делает его использование более удобным частности вы можете использовать чехол в качестве поставки для просмотра видео это самое то сделан как-то правда задом наперед и наоборот обычно крышка чехла расположена слева здесь она расположена справа поэтому не очень удобно но думаю что привыкнуть можно что касается защитной пленки то она уже наклеена завода производитель даже оставила памятку об этом на транспортировочной пленки под этой пленкой есть еще одна защитная пленка так что вы будете снимать транспортировочную пленку делать это очень аккуратно чтобы вместе с ней не снять и защитную пленку так что думаю по комплекту вопросов ни у кого быть не должно все необходимое есть уже из коробки чего-то докупать нет никакой необходимости на самом деле нынешнее время это очень очень важно я предлагаю поговорить о самом планшете и первое что бросается в глаза это его компактность размеры планшетов растут сейчас уже даже диагональ в 11 дюймов не считается большой тогда как здесь всего 10 4 дюйма с другой стороны этого вполне достаточно для того чтобы наслаждаться контентом без ущерба мобильности его вес составляет всего 472 грамма толщина 8 миллиметров продается планшет только лишь в одном сером цвете другого не дано зато корпус выполнен из металла из пластика сделана только накладка для антенн верхней части дисплей также защищен стеклом правда неизвестно какой производитель но тем не менее по сборке здесь все хорошо планшет не скрипит клавиши не люфтят на задней панели отпечатки пальцев незаметны так что с практической стороны здесь все очень даже хорошо слева вверху расположена 13 мегапиксельная основная камера имеется вспышка так что планшет вы можете вполне комфортно использовать в качестве фонарика в темное время суток сам вверху находится комбо слот для сим-карты и карты памяти то есть вы можете одновременно использовать либо две сим-карты либо одну сим-карту и карту памяти поддерживается карты памяти объемом вплоть до 1 терабайта так что с памятью здесь полный порядок снизу расположен микрофон с правой стороны трех с половиной миллиметровый аудио разъем кнопки регулировки громкости еще один микрофон и кнопка питания разъем type-c для зарядки и один из двух стереодинамиков второй динамик расположен параллельно с левой стороны наверное не самое лучшее расположение потому что все таки мы держим обычно планшет таким вот образом и получается динамики будут закрыты не скажу что это самые громкие динамики всего того что я когда-либо слышал но тем не менее недостаточно мощные не хрипят даже на полной громкости и в целом звук вполне неплохой давайте послушаем как они звучат планшет обычно используется в ландшафтном режиме хотя при желании вы можете его перевернуть и использовать в портретном режиме смотреться это будет просто как какой-то гигантский смартфон кто-то возможно подумает что у этого планшета толстые рамки однако это не так уверяю вас что они здесь не толще чем на большинстве других планшетов при всем этом надо понимать что рамки здесь просто необходимы для того чтобы можно было удобно держать с планшет в руках не допуская каких-то ложных нажатий каких-то специальных выемок для фронтальной камеры здесь нет она просто расположена в самой рамки дисплей выполнен технологии ps имеет разрешение 2000 на 1200 пикселей он замечательно подходит как для просмотра изображения так и для чтения все смотрится достаточно четко сожалению максимальная частота кадра вставляет всего 60 герц вероятно это связано с невысокой стоимостью этой модели но зато у нее высокий запас яркости достаточно широкие углы обзора а также очень неплохая цветопередача настройках экрана вы можете настроить под себя цветовой режим и температуру такая возможность имеется но на мой взгляд те настройки которые идут по умолчанию самые оптимальные то есть я вообще ничего не менял для получения более ярких цветов при просмотре видео изображения рекомендую активировать пункт улучшения отображения видео по умолчанию он выключен соотношение сторон экрана планшета вставляет пять к трем и он замечательно подходит для просмотра видео самое то где-то лежа на диване посмотреть конь свое любимое видео навигация происходит при помощи трех сенсорных кнопок назад домой последний к сожалению нет возможности поменять эти кнопки местами так что если вы как и я привыкли пользоваться кнопкой назад с правой стороны вам придется переучиваться либо использовать навигацию при помощи жестов что касается разблокировки то сканер отпечатков пальцев здесь нет из биометрических способов имеется только лишь face id и надо сказать что срабатывает он очень корректно даже в условиях недостаточной освещенности с этим проблем вообще никаких нет за производительность модели отвечает восьмиядерный процессор unisoc t616 максимальная частота ядра которого составляет 2 гигагерца и он отлично подходит для простых задач тесте antutu устройство показала результат 280 тысяч попугаев не скажу что это самый выдающийся результат но тем не менее повседневной жизни планшет работает достаточно шустро приложения открываются быстро задержки какие-то могут возникать только лишь в условиях многозадачности или при использовании каких-то тяжелых приложений простые игры типа собой серфис здесь запускаются без каких-либо проблем на принципе и более тяжелые игры такие как пьюбидж мобайл например также вы здесь можете запустить поиграть вполне комфортно на средних настройках базовая версия планшета имеет на борту 6 гигабайт оперативной памяти стандарта lpddr4x и 128 гигабайт внутренней стандарта ufs 3.1 у меня топая версия на 256 гигабайт внутренней памяти и 8 гигабайт оперативной своей ценовой категории это конечно же просто отличный объем работает планшетной системе android 13 google сервисы здесь не поддерживается однако дигма также как и компанию huawei смогла реализовать google сервисы на своем устройстве путем внедрения проекта микро g так что все основные сервисы на планшете будут вам доступны правда изначально вы не найдете здесь google play но после подключения планшета к интернету придет обновление и google play появится в общем меню также вы можете скачивать игры и приложения из предустановленных магазинов ru store и huawei appgallery что же пойдем дальше и немного поговорим о времени автономной работы планшет оснащен встроенным аккумулятором на 7000 миллиампер часов который обеспечит хорошее время автономной работы многое конечно зависит от того какую яркость вы используете и какие задачи выполняете например при просмотре видео на youtube планшет может проработать около 13 14 часов в режиме ожидания он разряжается не особо быстро поэтому если вы будете использовать планшет дисциплинированно то вполне можете рассчитывать на несколько дней работы без подзарядки настройках батареи имеются различные режимы экономия также оптимизации батареи которыми вы можете воспользоваться для увеличения времени работы без подзарядки максимальная мощность зарядки составляет 18 ватт и при помощи штатного адаптера питания вы можете зарядить планшет менее чем за три часа теперь предлагаю перейти к обсуждению камер как я уже сказал ранее основная камера имеет разрешение на 13 мегапикселей и на мое удивление она показывает очень неплохую для такого планшета резкость конечно вряд ли кто-то будет использовать планшетные камеры на постоянной основе но в случае необходимости при хорошем освещении вы здесь можете получить вполне годные снимки и даже про 5 мегапиксельную фронтальную камеру ничего плохого я также сказать не могу да есть здесь небольшая размытость но в целом все выглядит очень даже неплохо что касается видеосъемки то с фронтальной камеры она доступна в разрешении hd а основное разрешение full hd в обоих случаях 30 кадров в секунду ну вроде как и все теперь добавлю лишь пару слов о беспроводных коммуникациях здесь все по сути мало что отличается от смартфонов есть поддержка wi-fi 5 bluetooth версии 5.0 имеется fm приемник который вы можете использовать при подключении наушников ну и конечно же имеется возможность выходить в интернет через сети лт и также совершать телефонные звонки и общаться в режиме громкой связи да и gps и глонасса здесь также имеются так что вы вполне можете использовать этот планшет в автомобиле в качестве некого мультимедийного центра да и вообще в целом для просмотра видео для чтения для работы в интернете это очень даже неплохая модель за несколько дней использования каких-то особых проблем я не заметил соотношение цена-качество это вполне годная вещь из плюсов планшета отмечу богатую комплектацию большой объем памяти вполне себе чистый android кого-то возможно смутит отсутствие google сервисов но все самое необходимое здесь имеется ну например google play есть есть почта есть фото есть youtube также есть что еще нужно для счастья если ищете планшет для дивана или для автомобиля при бюджете 15 тысяч рублей то вполне можете присмотреться к этой модели ссылку как всегда оставлю в описании к этому видео так что думайте решайте надеюсь что этот обзор поможет вам определиться с покупкой и понять подходит вам этот планшет или нет если это видео вам понравилось то поддержите его лайком оставляйте комментарии что думаете о дигма про хит 16 делитесь своим мнением задавайте вопросы также подписывайтесь на этот канал и канал камеревью в телеге чтобы оставаться всегда на связи будьте счастливы и главное забывайте все самое интересное еще впереди